Так, окей, давайте попробуем. Раз, 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 два, три. Я надеюсь, что у меня будет слышно. Раз, два, три. Пока еще нет. Трансляции нет. Ну, окей, еще, значит, не дошла. Не бывает. Так, здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы переходим к блоку из нескольких занятий, которые будут посвящены многопоточному программированию. Программирование. Так, что-то не очень маркер. Собственно говоря, начнем с самого введения, с совсем простых вещей, с истории. Вот, все началось, разумеется, с однозначных систем. Исходные компьютеры строились вообще для решения конкретных задач. То есть, были заточены под это совершенно физически. Вот. Даже после того, как появились универсальные компьютеры, которые способны были решать различные задачи, то все равно они были исходно однозадачными. То есть, пока одна задача не завершилась, все остальные вынуждены ждать. После того, как она завершится, можно будет запустить следующую. И так далее. Как следствие, вся память в системе была монопольно доступна исполняющейся программой. То же самое было с ресурсами ввода-вывода. Вот. При этом, собственно говоря, с одной стороны, если вы, сейчас ваша программа занимается активно подсчетами, то у вас простаивают ресурсы ввода-вывода. А в те времена это были, допустим, физические принтеры и подобные вещи, которые сами по себе работали не то, чтобы супер быстро. С другой стороны, если сейчас ваша программа занимается вводом-выводом, то она ждет, пока что-то с вводом-выводом произойдет. И как следствие, теперь у нас простаивают вычислительные ресурсы, потому что по большей части программа занимается только тем, что ждет. Довольно печальная ситуация. И, разумеется, стали потихоньку ее разруливать. Первым шагом на этом пути были так называемые пакетные системы. У нас формировался пакет программ, которые одновременно исполнялись на машине. При этом память была теперь разделена между программами, входящими в пакет, но к каждой программе был отведен фиксированный ее кусок, заранее статически определенный на момент формирования пакета. При этом при, допустим, обращении к вводу-выводу осуществлялось переключение задач, потому что теперь у нас пусть первая программа из пакета что-то посчитала, решила что-то ввести либо вывести. Зачем простаивать процессору? Давайте, пока она ждет ответа, мы переключимся на другую программу из пакета и так далее. Как следствие, появилась новая сущность. Это монитор, программа, которая обеспечивает те самые переключения между программами, которые решают, когда кому выдать процессорное время, когда кому выдать какие устройства ввода-выводы. Это позволило увеличить, разумеется, процент использования ресурсов за счет того, что они не простаивали. Но у нас все еще очень большое время отклика. Нам нужно сформировать пакет и дождаться, пока он целиком исполнится. Это не динамическая система. Соответственно, если в пакете у нас есть быстрые задачи и медленные задачи, то время, разумеется, будет определяться именно временем выполнения медленных задач, и под конец таки простой ресурс у нас будет наличь. Соответственно, следующий этап – многозадачные системы, когда у нас есть несколько задач, которые умеют конкурировать за процессор. И в отличие от пакетных систем, они могут появляться и завершаться в любое время. Соответственно, память у нас, как всегда, разделяемая, при этом изолированная для каждой программы, но программам заранее не определено, какие фрагменты памяти они используют. Для переключения задачи обычно используются прерывания. Вывод продолжает быть разделяемым. Теперь, если нам нужно выполнить какую-то задачу быстро, мы можем, и у нас достаточно ресурсов, в том числе памяти, мы можем добавить ее, она исполнится, и получить ее результаты. То есть мы существенно уменьшили время отклика. Замечательно. С другой стороны, программы сами по себе все еще, каждая обладала ровно одним потоком исполнения. И, соответственно, логичным шагом было бы вместо того, чтобы, если нам требуется несколько потоков исполнения программы, делить ее на формально несколько программ, как-то взаимодействующих друг с другом, разрешить несколько потоков исполнения внутри программы как таковой. При этом, если для каждого процесса у него есть изолированный фрагмент памяти, и напрямую без специальных средств процесса не могут залезть в память соседнего процесса, то для потоков в рамках одного процесса у нас память общая. То есть есть совершенно общий пул памяти, к которой они могут обращаться. У нас все еще есть средства переключения потоков обычно на прерываниях, и, разумеется, вводом-выводом теперь очень активно управляет уже полноценная операционная система. Все это началось активно еще в 90-е годы, но в начале 2000-х на массовом рынке появились куча многоядерных систем, после чего это все, разумеется, пришло сначала на сервера, потом в десктопные приложения, и по нынешним временам, если ваше приложение не умеет параллелиться и, соответственно, расходовать ресурсы одновременно на нескольких ядер, то оно, скорее всего, будет проигрывать конкуренцию другим приложениям, которые, с точки зрения пользователя, будут тупо работать быстрее, пусть даже формально они потратят на это больше ресурсов. Но пользователь-то мерит, как говорится, по стенным часам время, и там, окей, мы потратили в два раза больше ресурсов, но при этом мы в четыре раза распараллелились, с точки зрения пользователя новая программа работает в два раза быстрее. Окей. Вот, соответственно, многоточным программированием, которым мы будем заниматься, программа имеет несколько потоков исполнения. До этого у нас все программы имели единственный поток исполнения, который каким образом запускался? Да, совершенно справедливо. Вот, на самом деле, нам создавали поток, в рамках которого запускался наш main, и реальные программы на Java всегда были многопоточными, в частности, есть потоки сборщика мусора и другие вспомогательные потоки. То есть, в реальной JVM наш поток никогда не бывает один. Но вот пользовательский поток, с которым мы сталкивались, до этого был ровно один запускающий main. Вот, как только у нас становится более чем один пользовательский поток, нам нужно организовать взаимодействие между ними. Вот. Традиционными способами организации взаимодействия служат синхронизация и обмен сообщений. Собственно говоря, да, про них мы чуть позже подробнее поговорим. А теперь давайте какой-нибудь просто мотивирующий пример. Совсем. Мы хотим сделать какую-нибудь несложную игру. Окей. Давайте мы ее сделаем. Понятно. У нее будет основной цикл, устроенный очень просто. Пока все не закончится. Вот. Мы читаем пользовательский input. Пользователь что-то понажимал на клавиатуру, подвергал мышку, еще что-нибудь и так далее. Вот. Мы пересчитали текущую ситуацию. В зависимости от того, что ввел пользователь, а возможно у нас многопользовательская игра заодно получили здесь данные от других пользователей, все обновили и перерисовали на экране. И, как говорится, повторить. Если не учитывать вопрос, собственно говоря, статализации ресурсов, то, что это однопоточная программа, кто видит в ней проблемы? Рисование может задержка быть от бесконечных циклов? Ну, бесконечных циклов, что наша вот игра, пока из нее не выйдут, она играется. Мне кажется, это довольно логично звучит. Она сейчас на одном потоке, да? Что? Да. Это пока совершенно однопоточная штука. Может быть, какой-то из этих, сейчас какой-то из методов, может быть, будет простаивать, допустим, долго ждать, а другие не смогут выполнить. Допустим, input будет простаивать. Ну, input посмотрит, что прямо сейчас, допустим, пользователь нажат на карьературе. Может быть, этот процесс будет в очереди, будет проставить, и все, дальше не будет. Нет, то есть, если мы написали такой input, который умеет подвисать, то это, конечно, наши большие проблемы. Но, кажется, нас уже ничего не спасет. Он будет подвисать, даже если мы его вытащим в отдельный поток. С точки зрения пользователя, что картинки нет совсем, что картинка не обновляется, не то, чтобы есть какая-то особая разница. На самом деле кажется, что в апдейте проблема, если он будет очень долгий. В апдейте будут проблемы, если он будет долгим, но на самом деле, на практике, тот самый долгий не апдейт. У вас обычно не то, чтобы очень много пользовательского состояния. Он строка будет долго. Вот, да, вот сколько у вас будет занимать отрисовка, вообще говоря, совершенно непонятно. И к чему это приведет, если у нас разные кадры будут рисоваться разное время? Что мы получим? Внезапные словно-общения. У нас, кажется, может, пользователь уже отрисовки не отреагирует ничего. Да, то есть что у нас происходит? У нас будет плавающая реакция, частота, с которой мы читаем ввод пользователя и обновляем текущее состояние, будет зависеть от времени отрисовки. Соответственно, если мы в простую сцену будем рисовать в три раза быстрее, то в ее рамках ввод пользователя будет обрабатываться в три раза, соответственно, ну, в три раза быстрее, чем в медленной сцене, которая отрисовывается в три раза дольше. Но если мы считаем, что эти процедуры занимают там относительно перерисовки у малой времени, в таком случае все у нас будет доминировать временем дро, и в зависимости от сложности сцены у пользователя когда-то, там, не знаю, персонаж будет быстро бегать, когда-то будет медленно бегать. Если это у нас будет многопользовательская игра, то все будет еще веселее с точки зрения, то есть у нас все тормозит, но другие-то пользователи как-то бегают со своими скоростями и так далее. Выглядит все, прямо скажем, довольно печально. Поэтому типичный способ решения этой проблемы. А давайте мы вынесем обработку данных и отрисовку по разным потомкам. Соответственно, здесь мы поставим какой-нибудь слип. Мы выберем все частоты кадров, допустим, 100 кадров в секунду, и здесь пишем слип 10 миллисекунд. А если мы еще и приличные люди, то мы почитаем, сколько времени заняло это, и здесь напишем 10 миллисекунд минус дельта-т. Это вот время, сколько мы здесь потратили, чтобы у нас каждый цикл всегда занимал ровно 10 миллисекунд. Если эти методы в сумме начнут занимать больше 10 миллисекунд, то мы со всем проиграем. Но очень жаль. После этого мы пользовались для обновительного рубля. Окей, в соседнем, соответственно, походке, тут будет while true, и здесь мы будем делать draw. Отлично. Кто видит проблему? Ну, то есть теперь мы рисуем с максимально возможной скоростью, что хорошо. У них какая-то общая память? Да, у них общая память. И, видимо, в этом проблема. А, в чем конкретно? Ну, типа, draw будет рисовать по старым приданкам, когда за эти 10 миллисекунд состояния могли измениться. Ну, вообще, это нормально. То есть у нас задержка... Нет, нет. Один кадр – это не очень страшно. Может быть, у нас там несколько полей, разные данные, и вот одни данные обновились. Да, совершенно справедливо. А что будет, если у нас будет параллельное рисование с параллельным обновлением? Мы будем рисовать частично обновленные данные. Вряд ли это закончится чем-то разумным. Окей, есть ли какие-нибудь предложения? Что? Да, и синхронизировать их. Пока, допустим, тот метод спит, только тогда можно отрисовывать. То есть только пока здесь слип мы можем отрисовывать. Проблема в том, что в этой ситуации... А что мы будем делать, если нам пора обновиться, а мы еще не отрисовались? Ну, тогда это у нас все та же самая схема. Просто у нас теперь зачем-то два потока, но они всегда работают последовательно. То есть если вы сделали программу, разбили ее на несколько потоков, но потоки никогда параллельно не работают, то вы, очевидно, просто сделали лишнюю работу. Ну, возможно, перед тем, как рисовать, надо зафиксировать состояние update. Да, совершенно справедливо. Нужно решить, какое конкретное состояние мы будем рисовать. То есть мы здесь напишем какой-нибудь локальный state. Get state. Вот, и здесь будет draw от этого локального состояния. А здесь, соответственно, у нас будет что-нибудь в стиле setState от update. Теперь параллельно у нас не могут работать только setState и getState. Мы подразумеваем в том, что они занимают не слишком много времени. То есть это записать какой-то ожидаемый не слишком большой объем данных. Это прочитать, опять же, ожидаемый какой-то не слишком большой объем данных. Теперь у нас есть реальный параллелизм. У нас адресовка может происходить параллельно с обновлением, параллельно с вводом пользователя и так далее. И нас уже не так сильно интересует, сколько мы здесь займем времени. Вот, это типичный подход, основанный фактически на блокировках и синхронизации. То есть мы синхронизируем вызов метода setState здесь и вызов метода getState здесь. Кстати, а что произойдет, если здесь все протормозит и мы обновим состояние два раза? Какое-то промежуточное состояние не отрисуется. Да, у нас какое-то промежуточное состояние не отрисуется, но у пользователей, извините, с нашей точки зрения, довольно медленный компьютер. Мы все равно не можем рисовать на нем чаще. Окей, ничего страшного при этом не произошло, мы не потеряли никаких обновлений и так далее, в отличие от первого подхода. Вариант номер два, основан на обмене сообщениями. У нас этот поток может послать send в текущее состояние, а этот может его получить. receive, receive, острит. Вот, при этом правила такие. Если нам нужно что-то получить, но ничего не послано, то мы ждем. В целом, звучит логично. Нам нечего отрисовывать, мы ничего нарисовать не можем. Вот, с другой стороны, если здесь мы отослали несколько, в данном случае в конце запросов на обновление, то здесь мы их будем получать в том порядке, в котором они были посланы. То есть там еще промежуточная небольшая очередь есть. Будет ли это хорошо работать? Что? Кажется, что проблема с очередью. Да, в нашем случае обмен сообщениями нам не подходит, но не потому, что он чем-то плох, а ровно потому, что это плохая модель в нашей ситуации. По-хорошему, здесь тогда нужно написать просто цикл, пока у нас не получим последнее обновление. Так тоже можно, но просто конкретно эта задача на обмен сообщениями не ложится. Сейчас мы увидим примеры, которые на него ложатся гораздо лучше. В целом, это две основных парадигумы. У нас бывает разделяемая память, и, соответственно, мы синхронизируем доступ к ней, как setState, getState, либо мы говорим, что у нас есть сообщения, они неизменяемые, и мы их просто передаем от одного потока к другому в неизменном виде, и, соответственно, они не могут никак залезть в данные друг друга. Есть ли вопросы по этой части? Почему это будет параллельно? Мне кажется, что это последовательно уже будет. То есть мы отправим, и только после того, как отправили состояние... Ну, то есть после того, как получили, только после этого... Да, но когда мы здесь отправили, мы не ждем, мы можем продолжать работать. Да, то есть смотрите, это receive ждет, потому что ему нужны данные, которые нужно обрабатывать. А send кладет данные в очередь, сразу же, разумеется, возникают вопросы про управление этой самой очереди, про ее размеры, чтобы нам не вылететь по памяти и так далее. Поэтому традиционно обмен сообщениями считается более сложной концепцией, чем синхронизацией. Так, давайте рассмотрим более простые примеры, зато которые можно рассмотреть локально. Классический алгоритм умножения матрицы за сколько? За куб. Можно ли его распараллелить? Возникает вопрос. Как? Говорят, что можно. Да, смотрите. Нам для того, чтобы посчитать одно значение c и t, gt, собственно говоря, нужен доступ к исходным матрицам, но он к другим c и t, gt не требуется. Поэтому мы можем выполнить параллельно внешние два цикла. То есть мы породим потенциально n в квадрате параллельных действий и сможем их исполнять тем, либо иным, доступным для нас способом. Окей. А почему мы не можем внутренний цикл распараллелить? Допустим, один поток прибавляет одно значение, а второй вычисляет, он может вычислить значение до прибавления другого. Да, совершенно справедливо. Смотрите, мы будем одновременно заставим потоки читать и писать в одну и ту же область памяти. В целом это всегда проблема. Представьте себе, что у вас есть два потока, которые, например, пишут в одну и ту же область памяти. Соответственно, один говорит в write x и другой говорит в write x. Здесь значение v1, а здесь значение v2. Какое значение будет в x? Непонятно. Непонятно. Более того, мы надежно не сможем определить, что туда записали два разных значения. В большинстве случаев это проблема. Вот, еще большая проблема, если у нас будет обновление зависеть от действий. То есть мы прочитаем x, получим значение v, потом мы, соответственно, получим новое значение, как-то пересчитав от текущего значения. И, соответственно, запишем новое значение в write x, v' и будем делать то же самое. Простейший пример. Мы прочитали значение, увеличили его на 1, записали значение. А дальше все будет зависеть от того, как такого рода потоки исполняются. Например, они могут исполняться параллельно следующим образом. Сначала один исполнит это действие, это действие, это действие. Потом придет второй. И исполнит это действие, это действие и это действие. Будет ли у нас проблема? Да, никаких проблем здесь не будет, у нас счетчик увеличится на 2 и все замечательно. Но может же произойти и не такой порядок. Они могут прийти и вместе, параллельно исполнить это действие. Потом n посчитает, этот запишет. Потом, соответственно, n посчитает, этот запишет. Что мы получим? На 1 увеличение. Да, мы получим увеличение на 1. Причем нам важно, что именно они прочитали одновременно, но более того, что один прочитал, пока другой не обновит. Тут нам явно требуются какие-то дополнительные вещи для взаимодействия. Окей. Итого, в целом, идея одновременно читать и писать в разделяемой переменной плохая. Даже писать одновременно в разделяемой переменной обычно ничем хорошим не заканчивается. Можем ли мы одновременно читать из разделяемой переменной, которую никто не изменяет? Да. Да, это не приводит к никаким проблемам. Все ожидаемые получают ровно одно и то же значение. И у нас все хорошо. Итого, у нас, когда несколько читают из одного места ок, когда несколько читают, ну вот, или параллельно с этим пишут в одно место, это не ок. Возвращаясь к нашей задаче с матрицей, пока у нас независимые циклы, в том смысле, что они занимаются только одной переменной. В данном случае у нас C и T житое целиком, ну вот, прошу прощения, ячейка C и T житое, то мы можем спокойно параллелить, наши потоки не будут конфликтовать друг с другом. Как только они начнут читать и писать одну и ту же переменную, конкретно C и T житое во внутреннем цикле, то наша схема сразу же развалится. Окей. Второй подход, основанный на обмене сообщениями. У нас будет N рабочих потоков, я их называл воркера, с item-индексом. Дальше, для того, чтобы получить результат, на самом деле рабочему потоку нужна и та строка, нужна целиком матрица, будет матрица B, и он целиком высчитает и ту строку результата. Вот. Для этого он получит A и B от координирующего потока, который будет раздавать задание. После чего возьмет и честно двумя вложенными циклами посчитает свою строчку. Далее отправляем результат координатору. Что происходит с координатором? Координатор устроен очень просто. Он берет и посылает сначала соответствующую строчку и целиком матричку B каждому работающему потоку, после чего принимает от них все результаты. Будет ли это работать? Да, в целом это вполне нормально будет работать, здесь нет никаких особых проблем. Почему оно должно быть аннопоточное? Подождите, он в цикле отправляет. Он говорит, что вот эти данные нужно передать тому потоку. Если данные у вас уже есть, то вроде бы это недолгая операция. Что? Ну, это понятно, что конкретно передается сильно зависит от реализации. Вот, вплоть до того, что в некоторых распределенных системах там, грубо говоря, может все реализоваться в JSON и соответствующий JSON-чик передаваться. Ок. Итого это действительно будет параллельно работать. Другой вопрос, а сколько у нас данных отдаст координатор? Так, по объему. Наука, где-то я в кубе? Да, он отдаст N в кубе данных и в каком-то смысле выполнит на это N в кубе работать, что не слишком эффективно. Мы же даем матрицу B и... Да, мы даем матрицу B каждому потоку, у которых N штук. А, так. Поэтому это, к сожалению, N в кубе действий. Неприятственно. Давайте сделаем чуть более сложную схему. А именно у нас каждый поток будет владеть одним столбцом матрицы B. Я, кстати, неправильно написал. Здесь B... Ну, здесь житый в каком-то смысле столбец. Вот. Соответственно, что происходит? Мы сначала получим одну строчку и один столбец от координатора. Это нам позволит посчитать значение одной ячейки результата. Так? Вот. После мы ее посчитаем. После чего пошлем наш столбец следующему за нами работнику. И получим от предыдущего работника опять же следующий столбец. Повторим N раз. Вот. В конце пошлем к координатору полученные, ну вот, собранные данные. Вопрос номер один. Сколько в этой схеме тогда данных придется послать координатору? Кажется, примерно кубавра. Да. Ему придется послать одну строчку матрицы A и один столбец матрицы B для каждого потока. Таким образом, координатор действительно у нас теперь потратит квадрат ресурсов. Но с учетом того, что у нас ввод порядка квадрата, то рассчитывать на что-то лучшее у нас нет никакого разумного повода. А не где-то вот обращаться просто, у нас есть матрица B и мы оттуда читаем просто сразу, чтобы никому ничего не передавать. Тогда у нас разделяемая память с синхронизацией. Это вот то была история с итеративным параллелизмом отдельных циклов. Мы просто рассматриваем две модельки. Вот можно так, а можно так. Окей. Вопрос номер два. Что будет, если мы переставим местами вот этот send и receive? Почему заблокироваться? Ну, не то, чтобы нам вдруг никто ничего не пришлет. Что? Мы будем ждать, пока к нам придет. Да, собственно говоря, сначала все будут ждать, пока им придут данные, а потом будут пытаться что-то посылать. Очевидно, ничем хорошим это не закончится, потому что, чтобы вам что-то пришло, вам кто-то должен отправить. А у нас ничего такого не произойдет. Итого, разумеется, порядок действий очень важен. Окей, продолжим. Следующий пример. Будем высчитывать интегральчик, суперадаптивный алгоритм. Ну, как бы так сказать, в кавычках. Что? Если у нас разница между двумя трапециями слишком высока, то, видимо, наш интеграл сильно меняется. Разобьем, интегрируем интервал на две части, посчитаем репурсивно. Вот. Если же у нас на две трапеции разбилось, и сумма примерно равняется, соответственно, большой трапеции, то все хорошо. То есть, вот у нас был интервальчик, две, два значения, промежуточное значение. Такая трапеция, такая трапеция, такая трапеция. Если этот треугольничек мал, то считаем, что довольно точно. Посчитали. Если треугольничек велик, то разобьемся на две половинки в каждой из них. Ок. Будет ли это работать? Можно ли к этому применить итеративное распараллеливание? Как? Итеративное, это которое мы взяли цикл и говорим, что разные, соответственно, повторения этого цикла независимы друг от друга, поэтому мы их можем исполнять параллельно. Это, конечно, хорошо, но для того, чтобы у нас был итеративный параллелизм, нам нужны какие-то циклы. Как говорится, циклы мы видим. Нет, поэтому итеративный параллелизм нам точно не подходит. А если нельзя цикл превратить? Типа сказать, что цикл по первой половинке и второй половинке? Можно, но неестественно. Собственно говоря, это типичный пример рекурсивного параллелизма. Вот. История о том, что мы можем выполнить, опять же, параллельно некоторые расчеты, но теперь эти расчеты задаются не циклами, а рекурсивными вызовами. То есть, опять же, если у нас получилась слишком большая разница, то мы можем параллельно проинтегрировать левую половину интервала и правую половину интервала. Они не зависят друг от друга. Вот. В частности, если интегрейт, это чистая функция, как в нашем примере, может ли это привести к каким-то проблемам? Нет. Да. Совершенно справедливо ни к каким проблемам это привести не может. Более того, у нас очень простой, в каком-то смысле, интерфейс. Нам просто нужно взять, передать аргументы нашей функции и потом обратно вернуть ее результат. Вот. То есть, даже проще, в каком-то смысле, чем в итеративной истории. Ок. Да. Но при этом здесь мы, разумеется, потенциально должны подождать, пока у нас исполнится и интегрирование по левой части, и по правой части. И заметьте, что если в итеративном случае мы сразу же параллелили на кучу потоков, то можем ли мы здесь заранее предсказать, сколько у нас потоков получится? Нет, не можем. И в целом у нас получится такое деревце потоков. Иногда поток порождает два дочерных потока и так далее. Плюс стандартная оптимизация, чтобы не ждать и не тратить время просто так. То есть, мы здесь фактически запустили два параллельных вычисления и ждем, пока они оба закончатся. Как можно сэкономить себе, очевидным образом, время? Если один раньше закончится, то ко второму мы соединим. Нет, подождите. То есть, смотрите, у нас был поток. Он породил два дочерних потока и ждет, пока те завершатся. А что ему еще делать? Можно в два и создавать один задание. Да, совершенно справедливо. Можно одно из этих заданий просто выполнить прямо самому. То есть, мы порождаем еще один поток, исполняем час задачи. Ну, либо в случае, если у нас ветвление больше, чем на две задачи, то, соответственно, n-1 поток. Вот, сами исполняем какой-то фрагмент. И потом уже ждем, пока остальные n-1 поток завершатся, после чего сможем выдать результат. Окей. Итого рекурсивный параллелизм, когда у нас чистые функции, вообще отличная штука. В целом, что мы можем сделать с потоками? Нам нужно уметь создавать потоки. Нам нужно уметь уничтожать поток. Более того, крайне полезной операцией является дождаться, пока поток завершит свою работу. Зачем нам нужно знать, что он завершил? Чтобы было корректное состояние. Вот, для того, чтобы совершенно справедливо получить от него корректные результаты. Потому что, если мы возьмем результаты где-то в середине его работы, то, очевидно, что ничего разумного про его корректность мы сказать не сможем. Также есть следующая абстракция, называется неделимая операция. Обозначается такими угловыми скобочками. Смысл следующий. С точки зрения любого другого потока, неделимая операция либо уже целиком исполнилась, несмотря на то, сколько конкретно там внутри действий, либо еще даже не начинала использоваться. То есть, другие потоки не могут увидеть неделимую операцию в середине своего исполнения. Атомарная какая? Ну, атомарная, это термин скорее из современных процессоров, которые, да, некоторые операции умеют исполнять атомарно с теми же самыми гарантиями. Но вот неделимая операция, она, то есть, атомарная операция процессора, разумеется, является неделимой операцией в этом смысле, но мы позволяем себе строить более сложные неделимые операции, которые не соответствуют один к одному к вызовам действий в процессоре. Окей. И усложненный вариант неделимой операции с ожиданием условия. Нам нужно дождаться, пока какое-то условие исполнится. И когда это условие исполнится, мы неделимо исполним указанные действия. Сразу же возникает вопрос, а что, например, произойдет, если одного и того же условия ждут несколько потоков. Заметьте, что при этом действия могут сделать так, чтобы это условие перестало быть верно. Кажется, все равно какого-то порядка нужно выполнить. Да, то есть, в любом случае, мы не можем исполнять вот эту неделимую операцию параллельно в нескольких потоках, иначе они увидят промежуточное состояние других потоков. Вот, и мы как-то должны выбрать, какой поток, в каком порядке они получат право на исполнение. Можно сказать, wait – это именно ожидание условия, то есть, не выполнение какой-то программы. Да, wait – это именно ожидание наступления какого-то условия. Например, мы можем ждать, пока нам придут данные по сети. Либо мы можем ждать, пока нам сигнализирует другой поток, что у него готово. Или мы можем ждать, что третий поток закончился. То есть, мы не можем ждать какую-то сложную штуку, по идее. То есть, у нас есть условия, которые можно сообщить, что они исполнились, и другие потоки ждут, пока условие не станет выпута. После чего неделимым образом исполняют основной часть операции. В каком-то смысле – да. Другой вопрос – то, что обычно есть специальная поддержка такого рода вещей без активных ожиданий, про это мы тоже поговорим. Хорошо, давайте рассмотрим простенький пример на неделимые операции. В первом фрагменте, ну, во всяком случае, мы будем искать максимум, правильно ли работает первая программа? Нет. Нет, почему? Потому что мы пишем и читаем. Ну, а, то есть, это общее соображение, почему она может неправильно сработать, а можно конкретное. Вдруг она настолько хитро написана, хотя не очень похожа, что она так и всегда правильно работает. Вроде бы она делает то, что нужно. Окей. Вроде бы переменная, в конце будет в итоге максимально. Здесь if внутри ifa может, вот когда мы сравниваем с максимумом, он может исполниться, а после того… Да, совершенно справедливо. Мы можем себе представить следующий сценарий исполнения. Запустились все потоки, проверили то, что их значение больше, чем максимум. Вначале это для каждого потока мы предназначаем, что верно. Вот, после чего решили обновить одну и ту же переменную. Какой мы получим результат? Непредсказуемый. Ну, то есть, с вероятностью 1nt это, конечно, будет максимум, но, кажется, это не то, за что мы боролись. Окей. Итого, первый вариант, травма без синхронизации, работы не будет. Вариант номер 2 с синхронизацией. Будет ли он работать? Кажется, да. Так, он действительно будет работать, потому что теперь никто не может вклиниться в середину между тем, как мы проверили значение максимума, и мы его обновили. Но у этого варианта, к сожалению, есть довольно типичная проблема. Кто ее ведет? Да, он не многопоточный по факту. То есть, формально, конечно, мы запустили кучу потоков, но они все выполняют свои действия последовательно, никакого реального параллелизма у нас здесь нет. Итого, в первом случае мы не очень выиграли, ну, в первом случае мы совсем проиграли, во втором случае формально все хорошо, но по сути издевательства. Третий вариант, классический протокол проверить, проверить, установить. Смотрите, мы сначала проверим, не, ну вот, так скажем, делимым способом, а потом при необходимости проверим и обновим неделимым способом. Будет ли это работать? Да. Окей. Это действительно будет работать, потому что каждый раз, когда мы видим, что нам нужно обновить максимум, мы его корректно обновляем. Что с параллелизмом этой ситуации? Кажется, ИФ не так, ну, не N раз исполнится, ну, внешний. Не N, а сколько? В N, ну, именно внешний, который. Нет, ну, кажется, у внешнего ИФа, очевидно, он исполнится N раз, какие у него есть варианты. Он всегда есть. А, ну, в смысле, он в тело, ну. А, да, тело его, да. То есть, если нам все будет зависеть от того, как нам повезет, то есть, сколько потоков увидит изменения, сделанные уже другими потоками. Вот. В худшем случае это все еще вырождается в последовательное исполнение. Очень жаль. Но если нам повезет, это будет относительно параллелиться. А, то есть, если первый поток, допустим, у вас... Да, например, если в самом начале у нас был поток, который реально владеет максимальным значением, он его обновил, то после этого все остальные потоки быстро скажут, что им ничего не надо делать, и все закончится. А если нам не повезет, то они будут последовательно обновлять вот в этих самой недели моей операции, тоже ничего хорошего не будет. А это и есть условия, например, операции await? Нет, это не await, это if. То есть, мы ничего здесь не ждем. А wait ожидает, пока что-то случится. А здесь мы просто проверили. Да, у нас просто в неделе мои два действия проверка и изменения. Окей. Так вот. У нас есть планировщик, который решает, когда кто что может реально исполнять на физическом процессоре, который, разумеется, нужен потоку для того, чтобы работать. Вот. Сначала нужно поговорить про кооперативную и вытесняющую многозадачу. Кто знает разницу? Да, совершенно справедливо. В кооперативном случае хорошая программа, собственно говоря, в кооперации с другими периодически говорит, что вот здесь меня можно прервать. То есть, у меня какое-то нормальное состояние, здесь меня можно прервать и, соответственно, отдать процессор другой программе. Вот. Преимуществом этого подхода является очевидно то, что, например, программу прерывают только в заранее понятных для нее ситуациях. Вот. Да, традиционно к таким ситуациям, разумеется, относится обращение к ресурсам ввода-вывода. То есть, если вы там читаете данные из файла, которых прямо сейчас нет или ждете данные по сети, то у вас заберут процессор, пока не придут ваши данные, потом вам когда-то его вернут. Вот. Очевидным негативным стороной этого является в том, что если мы забудем достаточно часто сообщать о том, что нас можно прервать, то нас не прервут и все остальные потоки либо программы не будут иметь шансов исполниться. То есть, с одной стороны, кооперация, это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, это хорошо ровно до тех пор, пока все играют честно. Вот. Ну, а дальше вы допускаете небольшой баг и вы не хотели, чтобы это был нечестный игрок, а он таким стал. Довольно печальная история. Поэтому, в подавляющем большинстве случаев у нас вытесняющая многозадачность. Здесь логика гораздо проще. У нас есть таймер, который, ну, говорят, что, о, тикни через время дельта-т, мы возьмем процессор у этого потока и отдадим его к какому-то следующему потоку по очереди. В этой ситуации поток не может контролировать, в каком состоянии его прервали. То есть, его могут отобрать процессор в совершенно произвольный момент времени его приостановить. С другой стороны, соответственно, у нас мы можем обеспечивать честность распределения ресурсов. Например, чтобы всем ресурсам доставалось поровну или в зависимости от учета приоритетов и так далее и тому подобное. То есть, у нас гораздо больше гибкости в распределении, в случае вытесняющей многозадачности. Вот. По нынешним временам, в подавляющем большинстве реализации Java-машин у нас вытесняющая многозадачность. Вот. Но бывают системы, в которых очень мало ресурсов. Там многозадачность и оперативные. Такое тоже бывает. Далее. Что нам хочется от... Еще от планировщика. Нам хочется, чтобы он обеспечивал некоторую безопасность. Традиционно под этим подразумевается следующее. У нас есть набор правил, которые планировщика обязался исполнять. Например, то, что правило про неделимые операции, что другой поток не сможет увидеть исполнение неделимой операции в середине. И подобные вещи. Соответственно, свойство безопасности то, что планировщик гарантирует исполнение того набора соглашений, о которых мы договорились. Далее. Живучесть. Лайвнесс. Это история о том, что если сейчас хотя бы один поток может исполняться, то какие-то потоки исполняются. То есть, что наш планировщик не тратит ресурсы в никуда. В простейном случае можно было бы сделать прекрасный нул-планировщик, который говорит, а, у меня есть потоки, ну ладно, я никому никогда не выдаю процессорное время, и, соответственно, с безопасностью у меня все замечательно. Я исполняю вообще любые гарантии, потому что никто никогда ничего не выполняет. Так вот, да, живучесть. Это про то, что если у нас есть ресурсы и есть вычисленные ресурсы, есть потоки, которые могут исполняться, то они будут исполняться. А в какой ситуации поток не может исполняться? Например, когда ресурс, который он хочет занять. Да, в нашей терминологии из того, что у нас есть, пока что он ждет просто в эти унии делимые секции. А чего он там уже конкретно ждет, дело, как говорится, десятое. И справедливость. Fairness. Она бывает следующих типов. Безусловная. Кажется, что безусловная справедливость это замечательно, но это проблема перевода. Безусловная справедливость это справедливость, которая гарантируется только, когда у нас нет условий. То есть, если никто никаких условий никогда не ждет, то, соответственно, все будет работать. В частности, справедливость это история про то, что если ваш поток может исполняться, то он рано или поздно получит процессорное временное исполнение. А чем это отличается от живучести? Да, с точки зрения живучести на вашем планировщике никто не может помешать и все время отдавать время одному и тому же потоку, если он готов продолжить исполнение. А справедливость это то, что каждому конкретному потоку, который может продолжать исполнение, будут выделены данные. Так вот, если у нас гарантируется безусловная справедливость, то если поток ничего не ждет, то рано или поздно ему будет выдан процессорное время. Слабая справедливость формулируется следующим образом. Если у нас есть некоторое условие, которого мы ждем, то есть у нас есть await от C, и в какой-то момент времени оно стало истинно и продолжает быть истинно бесконечно долго, то в какой-то момент в будущем нашему потоку выделят ресурсы на исполнение. То есть, если мы ожидаем условие, это условие начало исполняться и продолжает, исполняться, продолжает, 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 то есть, в нашей ситуации с точки зрения нашего потока значит, что наш поток может продолжить свое исполнение, то при условии слабой справедливости ему выдадут ресурсы на исполнение. И сильная справедливость также связана с условиями, но здесь вместо того, чтобы потребовать, чтобы условие стало выполняться и выполнялось бесконечно долго, будет требоваться только, чтобы условие выполнялось бесконечно много раз. То есть, условие было исполнено, допустим, какой-то другой поток получил шанс и исполнится, и исполнится в рамках его исполнения и условие перестало быть истиной, потом, возможно, какой-то другой поток и так далее, но если это условие будет бесконечно много раз исполняться, то рано или поздно нашему потоку выдадут ресурсы. А вот слабое, оно не является частью первого, частью сильного? То есть, если условия начало выполняться и бесконечно выполняется, это будет выгодить хватить сильным? Ну да, если сильным, то слабым. Ну, то есть, разумеется, если у нас условие начало исполняться, да, и продолжает исполняться бесконечно много, то, разумеется, нас рано или поздно запустят. То есть, сильный, разумеется, более сильный, чем слабый. Вот, да. То есть, именно что, да, бесконечно много моментов времени, оно истинно. Вот. Но, возможно, с провалами. То есть в сильном случае с провалами разрешены, а в слабом не разрешены. Окей. Как программистам какая из этих моделей справедливости нам бы понравилась? Говорят, сильная. Но правильный ответ, разумеется, а мы покупаем или продаем. Да, то есть, разумеется, те, кто использует, хотят модельку посильнее, а вот те, кто реализуют, модельку посильнее не хотят. Более того, при внимательном рассмотрении, а всегда ли мы готовы оплатить дополнительные ресурсы, которые потребуются для более сильной модели? Прямо, скажем, далеко не всегда. Как вы узнаете на полноценном курсе многоточного программирования в следующем году, для того, чтобы обеспечить сильную справедливость, требуется весьма и весьма нетривиальные усилия, поэтому на практике вам ее обычно никто не гарантирует. Очень жарко. То есть, все, что вам остается, это по факту слабая справедливость. Запомним это. Окей, есть ли вопросы по первой части? Прежде чем мы перейдем к более практическим вопросам. Пока нет. Да, потому что никто ничего не понял. Это нормально. Потоки в Java. За управление потоками в Java отвечает класс JavaLengthThread. Собственно говоря, он представляет собой экземпляр потока исполнения и позволяет создавать их и производить операции с ними. Также у нас есть интерфейс Runnable. Это какое-то действие, которое можно исполнить. У него есть один метод run, ничего интересного. И обычно в потоке у нас исполняется какой-то runnable. Собственно говоря, рекомендованный способ создания потоков, это сконструировать поток от runnable, в данном случае заданный в виде лямбды. После чего мы его запускаем и действие исполняется. В теории мы можем унаследоваться от потока, переопределить у него метод run и написать действие, которое нужно параллельно исполнить в методе run. Это устаревший, не рекомендованный к использованию способ обращения с потоками. На самом деле это связано с тем, что если у вас есть runnable, то у вас есть довольно большой спектр вариантов, а как вы его вообще говоря планируете исполнять. Вот, например, у вас есть куча заданий в представленных виде runnable и гораздо меньшее число процессов, ну вот, физических ядер. В таком случае, разумеется, вы будете какие-то из них исполнять параллельно, какие-то будете исполнять последовательно и так далее. Но у вас есть соответствующая гибкость. Если вы создали N экземпляров потоков, то для того, чтобы исполнить их, у вас нет никаких вариантов, кроме запустить эти N потоков. Окей, и того, runnable наше все. В целом, у потока довольно бурная внутренняя жизнь. Узнать текущее состояние потока можно с помощью метода getState, который возвращает значение, ну, хотелось бы сказать перечисление, но на самом деле нет, это набор флажков, ThreatState. Так вот, рассмотрим диаграмму. Сначала поток находится в состоянии не такой новый, свежий, замечательный поток, который еще даже не исполняется. Мы можем в этом состоянии его понастраивать, поставить там его имя, приоритеты и так далее. После чего, рано или поздно, мы запустим у него метод start. Вот. Собственно говоря, это переведет его в состояние runnable. При запуске метода start потока он берет свой внутренний runnable и начинает его исполнять. При этом у нас исполняемый поток может быть в двух реальных подсостояниях. Он может быть готов к исполнению, это значит, что он может продолжить исполнение прямо сейчас, но нет ресурсов, то есть ему не выделено время. Либо, соответственно, он прямо сейчас ему выделены ресурсы, конкретное вычислительное ядро, и он работает. То есть ready – это готов к исполнению, оно не работает, running – не готов. Между этими состояниями его переводит в планировщик. То есть это не какое-то действие со стороны потока, просто планировщик берет какой-то готовый поток, выделяет ему ядро, поток переходит в состояние running, соответственно, забирает у него ядро, он переходит в состояние ready и так далее. Эти два внутренних состояния не видны с точки зрения внешнего пользователя. То есть вам не возвращают, а с точки зрения внешнего пользователя этот поток находится в состоянии runnable. И узнать, исполняется ли поток прямо сейчас, нельзя, потому что вопрос, а что значит прямо сейчас, он такой очень сомнительный. Окей, дальше, если ничего интересного не происходило, то поток завершает свою работу либо тем, что у нас закончился метод run, либо он сделал явный return, либо бросил исключение. При выходе соответствующего метода run поток считается завершенным, то есть он перешел в состояние terminate. То есть такая простая жизнь. Создали, поработал, закончился. Но потоком традиционно нужно взаимодействовать друг с другом, поэтому у нас есть еще два с половиной состояния. Состояние blocked поток переходит, если ему требуется взять блокировку. То есть такой разделяемый ресурс, которым может владеть не более чем одного потока одновременно. Соответственно, если прямо сейчас этой блокировкой кто-то владеет, то поток будет ждать, пока блокировка не освободится. Это вот пример в авете того, чего можно ждать, пока у нас не будет свободна блокировка. Блокировка ресурса? Ну, в каком-то смысле да. То есть блокировки употребляются с одной стороны связанных, но с другой стороны немного разных контекстов. То есть вот с нашей точки зрения блокировка это очень простая вещь. Ей может владеть поток, но не более чем один за раз. Окей. Соответственно, мы пытаемся взять блокировку и будем ждать ее в состоянии blocked. Заметим, что это отдельное состояние, потому что пока мы ждем блокировку, нам бессмысленно выдавать вычислительные ресурсы. Мы их все равно никак не сможем потратить. Мы ждем. Как только мы блокировку получим, мы вернемся обратно в состояние runable. Значит ли это, что нас сразу же запустят на исполнение? Нет. Нет, потому что нас запустят, когда об этом решит планировщик. Но в состоянии blocked, он даже нас не будет рассматривать как кандидатов. Окей. Это если мы ждем блокировку. Вариант номер два. Мы можем решить, подождать еще какого-то события. Самым банальным является, мы просто сделали sleep и будем ждать, пока не стечет указанное время. В таком случае мы перейдем в состояние time and waiting. Time it, потому что у нас есть ограниченное время, которое мы готовы ждать. Также мы можем ждать либо просто наступление какого-то события, как работает механизм чуть попозже, либо мы с помощью wait, либо мы можем ждать окончания другого потока с помощью join. Если мы при этом не укажем, сколько готовы ждать, мы будем ждать в состоянии waiting. Если укажем, то будем ждать в состоянии time and waiting. Разница в том, что в time and waiting, если у нас проходит time out, то мы автоматически заканчиваем ожидания. А в waiting мы потенциально можем ждать бесконечно долго. А по сути они друг от друга никак не отличаются. Если мы дождались исполнения условий, в смысле когда дождались, либо если в time and waiting истекло время, мы вернулись в состояние runnable. Вопрос какой-то? Почему нельзя в состоянии перейти в терминейтед? Потому что для того, чтобы перейти в состояние терминейтед, у вас должна закончиться ну вот ваше действие. Оно не может закончиться, потому что вы ничего не можете сделать. Нет, вот допустим, мы же на какой-то ресурс, там получаем данные, есть такой процесс коррегат, поток слишком долго работает, нужно его закончить. Про то, как приличные потоки нужно останавливать, как они на это реагируют, мы тоже поговорим. Вот, в целом, на самом деле у Java всегда единственный способ закончить поток, это, соответственно, выйти из метода run. Другой вопрос в том, что это может быть спровоцировано, например, тем, что вам сгенерирует error и выбросит, который вы, разумеется, как приличные люди, не поймаете. Но формально, с точки зрения модельки, это все равно значит, что вы вышли из метода run, просто бросив исключение. А, получается, в каком случае мы все отберем в рамки? Да, то есть в теории и вейтинга блок могут закончиться тем, что произойдет что-то страшное, ну, например, у нас всегда может случиться virtual machine error. Вот, мы попытались взять блокировку, виртуальная машина посмотрела на текущее состояние и решила, что нет, оно несовместимо с жизнью. То есть, да, разумеется, по error всегда у нас может закончиться. Вот, ну, а дальше есть более высокие уровни, что у нас может крашиться виртуальная машина, целиком выключить электричество и так далее. Итого, текущее состояние можно получить с помощью getState, также состояние, отличенное от new и terminated, считается живыми и для них изолайф возвращает true, а для всех остальных false. Соответственно, если у вас есть экземпляр потока, то вы можете узнать его текущее состояние. Далее, у потока есть некоторое количество свойств. Когда я говорю свойства, я традиционно подразумеваю, что у меня есть соответствующий метод get и соответствующий метод set. То есть, когда я говорю о свойстве id, есть метод get id и set id. Идентификатор потока это какая-то чиселка, name это строчка, приоритет это тоже какое-то число, оно должно быть в диапазоне от минимального приоритета до максимального приоритета. По умолчанию поток создается с нормальным приоритетом. Что это значит? Формально не специфицируется. Они от 0 до 20 или они какие-то? Они какие-то. То есть, вам формально в этот момент никто не гарантирует, а влияют ли они вообще на что-нибудь. То есть, они могут тупо ни на что не влиять. Вот. С другой стороны, например, есть операционная система, в которой приоритеты устроены следующим образом. Если у вас есть хотя бы один более приоритетный поток, который может исполняться, то менее приоритетный вообще не получит никогда права на исполнение. То есть, такое вытеснение по приоритетам. Есть операционные системы, которые, например, выделяют процессорное время в каком-то смысле пропорционально приоритету. То есть, если поток более приоритетный, то он будет получать больше процессорного времени, чем менее приоритетный поток, но менее приоритетный все равно какое-то время получать будет. И так далее. В разных системах это устроено совсем по-разному. Java должна работать и там, и там, и, как известно, на кофеварках, поэтому она вам формально не гарантирует ничего. Она просто говорит, что если вам поток нужен для каких-то там подчистки памяти и так далее, то сделайте этот поток с минимальным приоритетом. Если вам нужен, соответственно, поток, который будет очень быстро реагировать, как только будут выполнены условия, то делайте этот поток с максимальным приоритетом. Но на что конкретно это влияет, вам формально не гарантируется. Далее. Поток может быть объявлен демоном. Смотрите, я в начале лекции сказал, что на самом деле все наши java-вские программы многопоточные. Вот. И для многопоточной программы сразу же возникает вопрос, а что значит, что она закончилась? Говорят, что все потоки закончились. Ну, например, у меня есть поток сборщика мусора, который просто там написан wild true со слипом внутри. Если у потока произошла ошибка, то она вылетает из его метода run, поток приходит в состояние terminator, то есть он завершился. В этом смысле все нормально. Ну вот главный, тогда у нас не будет работать следующим образом. Мы в мейне запустили какое-то серверное приложение, там с конфиге у нас было указано запустить 50 потоков, мы их запустили, и теперь наш мейн что должен ждать чего? Отличный способ потратить ресурсов никуда, запускать wild true. Вот. Логика следующая. Потоки могут быть помечены как демоны, и java-машина ждет окончания всех обычных потоков, то есть не демонов. Дальше логика очень простая. Если у вас поток вспомогательный, вы его помечаете как демон, и он не мешает java-машине завершиться. Разумеется, поток, который в котором исполняется метод main, является демоном или не является демоном? Не является. Поэтому, собственно говоря, мы и традиционно видим, что вроде как мы вышли из main, все завершилось. Но на самом деле это история про то, что завершился единственный не демон поток, который был создан, на этом виртуальная машина завершилась. Разумеется, вы можете создавать свои потоки демоны, но в отличие от обычного потока, для которого гарантируется, что он сможет завершить свои действия. То есть, напоминаю, поток не может закончиться никак, кроме выхода из своего метода run. Вот просто никак. Соответственно, если у вас там будут файны или блоки, они будут исполняться и так далее. Но это если у вас нормальный поток. Если у вас поток демон, то виртуальная машина посмотрела, ой, у меня последний нормальный поток кончился. Джао-машина просто вышла. Разумеется, никакие файны или блоки в демон-дотоках при этом не исполнились. У вас просто дернули рубильник в произвольном месте, и вы ничего не смогли сделать. Правда, возникает вопрос, а как тогда работать с ресурсами? Что делать, если мне все-таки нужно, например, что-нибудь надежно записать в файлик? Что? Ну, не использовать демон, но с стороны, я не хочу, чтобы этот поток мешал другим. То есть, допустим, я хочу, у меня будет поток, который раз в секунду на диск пишет, сколько у меня есть свободной памяти. Правильно же, что я не хочу, чтобы этот поток мешал завершению Джао-машины, он просто такой вспомогательный мониторинг-поток. Может быть, да, здесь все, какие-то операции непрерываемые записи. А вот какие такие непрерываемые? У нас есть обычный ввод-вывод. Может быть, можно сигнал какой-то отправлять, чтобы все выращиваться? Нет, вам никто никаких сигналов не отправляет, хотя бы потому, что сигналы — это сущность довольно узкого набора операционных систем, а у вас операционная система вообще может не быть. Еще предложения? Ну, не хочется валиться. А, молиться, молиться тоже не хочется. Вот, на самом деле, логика очень проста. Вам никто не может запретить создать временный нормальный поток, сделать в нем действие, вот, и, соответственно, для того потока будет действовать правило, что его не убьют в произвольный момент. Да, вы из демо потока создаете обычный поток, который делает то, что надо, и у него все гарантии. Так тоже нормально работает. Да. А есть какие-то гарантии, что когда именно джава-машина закончится, то в связи с полным решением всех демонов? Не очень понятно, каких конкретно гарантий в этот момент вы ожидаете. Нет, нет, ну, допустим, что может такое произойти, что все закончатся, а у нас демоны будут долго-давно работать, и джава-машина не завершится вообще никогда. В целом такого не должно быть. Другой вопрос, то, что вам конкретный промежуток времени, из-за которого оно совершится, никто не гарантирует, разумеется. То есть джава-машина постарается завершиться как можно в каком-то смысле быстрее. Но, как в любом всех многоботочке, никакие конкретные интервалы времен вам не гарантируются. Вот, вы можете изменять свойства потоков до того, как вы его запустили, после этого в целом свойства потоков менять нельзя. Окей, далее. Как потоки взаимодействуют? Мы создаем потоки с помощью конструкторов в состоянии new. Дальше поток запускается с помощью метода start. Мы, если нам требуется, дожидаемся исполнения потоков с помощью метода join, в котором можно передать тайм-аут, какое максимальное количество времени мы готовы ждать, а потом уже, если этот тайм-аут истечет, то нам join скажет, что нам не удалось дождаться, решайте, что вы будете делать с этим сами. Вот, так же потоки можно прерывать. Типичная схема. У нас был поток, он создал и запустил другой поток, дождался его исполнения. Возможно, здесь в середине сделал какие-то свои дела. Вариант номер два. В середине мы решили, что второму потоку пока пора прекращать свое исполнение. Мы попросили его прерваться. Вот. То есть, допустим, во втором потоке у нас был бесконечный цикл. Мы ему говорим, что ок, все, что нужно было сделать, сделано. Прерывайся. Ну, например, наш поток для отрисовки текущего состояния мира. Вот. Мы ему присылаем интерапт. Нужно прерваться. Дожидаемся с помощью джойна. И, опять же, второй поток после этого не существует. Мы взяли у него данные. Вот. При этом все эти схемы совершенно симметричны. Например, после того, как мы вызвали старт, у нас два. В каком-то смысле одинаковых потоков. Поэтому никто не мешает, например, второму потоку попросить первого прерваться, дождаться его окончания и так далее и тому подобное. То есть, после того, как потоки работают, они вот совершенно у них равные права. Они ничем друг от друга не отличаются. Что еще раз интерапт делают? Про это сейчас как раз и будет. Так вот. Ожидание завершения. Джойн. Вот. По умолчанию вы ждете бесконечно долго. Если второй поток не завершается, то вы тоже. Если вы укажете, соответственно, тайм-аут, традиционно в миллисекундах для большей точности в наносекунду, плюс еще наносекунды, но вам их никто не гарантирует, то вам сообщат, если время истечет, а второй поток не завершится. Вот. Для того, чтобы реагировать на прерывание, есть договоренность. Все методы, которые что-то ждут, кидают интерапт от exception. Собственно говоря, на самом деле, как происходит прерывание? Все, что происходит при вызове метода interrupt, ставится у другого потока флажочек. Он прерван. То есть у нас был по умолчанию поток создается с интераптом влагом состоянии false. Когда у него вызовут интерапт, он перейдет в состояние true. Если у него вызовут после этого интерапт еще раз, что произойдет? Мы 10 раз решили подряд прервать поток, пока он на это никак не отреагировал. Ничего, он продолжит находиться в состоянии true. Далее. Мы можем узнать, просил ли кто-нибудь этот поток прерваться. Из интерапта возвращает текущее состояние true или false, его не изменяя. Это можно спросить у любого потока. Наш поток, для него есть специальный статический метод thread interrupted, который возвращает текущее состояние флажка и сбрасывает его. Это важно. То есть interrupted сбрасывает флажок. И следующее соглашение. Вам могут бросить interrupted exception. В этой ситуации вам флажок тоже сбросят. То есть хорошие методы периодически спрашивают, не прервали ли нас в том либо иной форме. И бросают interrupted exception, если вас попросили прерваться. В целом, потенциально, вам никто не может помешать бросить, ой, поймать этот interrupted exception и проигнорировать его. Это просто плохой тон. Но формально вам этого никто не запрещает делать. Только не надо. Сонисточка означает, что если мы во время interrupt какой-нибудь join вызовем, то он исключение кинет? Если во время... То есть, это значит, например, что join бросает interrupt exception. Если пока мы ждем в join, а join это очевидное ожидание, нас просят прерваться, то join нам бросит interrupted exception. Причем неважно, он был timed join или, соответственно, не timed. Внешне назовет join. Что? Вот, смотрите, наш поток вызвал join на ком-то. Вот он ждет, пока тот поток завершится. Если наш поток кто-то попросит прерваться, неважно кто, то join бросит interrupted exception. Вот, но при этом он сбросит флаг, то есть, если мы сразу же после этого сделаем join еще раз, нам тут же interrupted exception не прилетит. То есть, у нас есть опция так и дождаться, если нам это очень надо. Но обычно это плохая идея. Итого, еще раз логика. Кто-то чего-то ждет, соответствующие методы, стандартные все бросают interrupted exception, те, которые будете реализовывать вы, тоже по-хорошему должны бросать interrupted exception в случае, если вас попросили прерваться. Какие у нас еще есть полезные методы у потока? Sleep говорит, что я хочу поспать не меньше указанного количества времени. Разумеется, нам не гарантируют, насколько больше указанного количества времени вы заснете, потому что там могут проснуться более приоритетные потоки и вам вообще больше ресурсов не дадут. Но меньше, чем указанное количество времени вы точно не проспите. Дальше, Yield. Это история про кооперативную многозадачность. Вот, вы таким образом говорите, что здесь меня можно прервать. В большинстве джао-машин, там, где реализована, соответственно, вытесняющая многозадачность, Yield не делает ничего. В частности, к сожалению, ходят по интернетам кучи мест, которые говорят, что Yield гарантированно вызовет переключение потока. Никто вам этого не гарантирует. То есть, с помощью Yield нельзя заставить никак другие потоки запуститься и всякие подобные вещи не работают. Его могут, в случае вытесняющего планировщика, его могут тупо проигнорировать, и этот вызов просто ничего не вернет. С другой стороны, если вы ожидаете, что ваша программа может запускаться на GVM с кооперативным планировщиком, то в таком случае, да, в длительных вычислениях вам стоит расставлять вызовы Yield, если вас в этом месте можно прервать. Разумеется, любое ваше ожидание неявно содержит вызов Yield, что вас могут переключить. Вы всегда можете получить ссылку на тот поток, в рамках которого вы прямо исполняетесь. Для этого есть статический метод ThreadCurrentThread. Вот, ну и дальше можете узнать свое имя, свойства и так далее. Вот. Также возникает вопрос, что происходит с исключениями. Из метода Run может вылететь исключение, и, собственно говоря, оно попадает в обработчик непойманных исключений. И вы можете установить статическое свойство Default and Cost Exception Handler, обработчик, который будет вызываться каждый раз, когда какой-то метод Run закончился с исключением. Вот. Традиционное использование записать об этом влог, чтобы больше так не делали. И подобные вещи. А это для непроверяемых исключений или нельзя? Да, разумеется, для непроверяемых метод Run не бросает, ну, то есть у него ThreadCurrent пустой, поэтому проверяемые исключения он тупо не может бросить. Еще вопросы? Окей. Кимичный пример, как устойна обработка данных в цикле. У нас есть рабочий, ну, в данном случае не поток, а вот Run был именно. Пока нас не попросили прерваться, мы делаем что-то полезное в цикле. Вот. В том числе, возможно, ждем. В таком случае нам выбрасывают Interrupt.Exception. Если либо нас попросили прерваться, либо мы поймали Interrupt.Exception, мы заканчиваем свою работу. И приличные люди после себя восстанавливают флаг прерывания. То есть мы знаем, что мы закончились либо, потому что Interrupt вернул True, но он сбросил себя, поэтому текущее значение False, либо нам бросили Interrupt.Exception, но это значит, опять же, что текущее значение False. А здесь мы его честно восстановили. Если мы знаем, что это реальный конец потока, то можно не восстанавливать, все равно на это никто не обратит внимания. Но если это Runable, который будет исполняться в одном и том же потоке несколько штук, то стоит сохранить информацию о том, что исходный поток так и попытались прервать. А дальше он уже решит, что делать. А тут не Interrupted должно быть? Нет. Thread current Thread Interrupt. Interrupted – это проверка. А Interrupted мы, наоборот, ставим наш Interrupted флаг обратно в True. Ну, а Interrupted он вроде в False еще вставил, нет? Да. То есть Interrupted здесь вернул True, поставил его в False. А здесь для того, чтобы не потерять сведения о том, что нас прервали, мы, наоборот, восстанавливаем значение флажка. А для чего сделан таким образом, чтобы он ставил в False? Для того, чтобы у нас не было проблем, что мы, допустим, проверили значение флажка. Мы будем в цикле его проверять и пытаться делать что-то, если это ложь. Мы таким образом получим активное ожидание. Мы постоянно будем пытаться, 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 пытаться что-то сделать. И будем это делать до тех пор, пока флажочек нам кто-то не сбросит. Так кто же это может быть, кроме нас самих? Поэтому это такой автосбрасываемый флажок, чтобы не приводить к такого рода типичным ошибкам. Еще вопросы? Так, продолжим. Теперь вкратце про синхронизацию. Вот, у нас есть блокировки. Напоминаю, что это такая вещь, которой могут владеть ровно один поток. Просто по определению, вот, традиционное англоязычное название это лог, и mutex, mutex это сообщение от mutual, о господи. Нет, не exception, разумеется. Сейчас. Взаимное исключение. Так, но не то, которое... А, нет, да. Да, mutual exception. То есть, опять же, не могут владеть несколько. Традиционно у нас есть две абстрактные операции. Лог получить блокировку. Эта операция может занять потенциально, сколь угодно много времени, потому что мы просто ждем, пока блокировка не освободится. И анлог, соответственно, отдать блокировку. В отличие от первой, мы ожидаем, что эта операция исполняется за небольшой промежуток времени, потому что она не требует ожидания чего бы то ни было. Мы уже владеем блокировкой, мы просто отдаем ее. А дальше кто подберет, тот молодец. Нас это не касается. Напоминаю, чтобы Java ждет поток, ждет блокировки состояния blocked, и возвращается из него, если блокировка получена, ну или если нам бросили исключение. А если блокировка одна, то есть она на всех потоках? Нет, это вот есть какой-то объект блокировки, и у него есть псевдометоды, lock-unlock. Собственно говоря, что происходит в Java. В Java у нас любой объект может служить блокировкой. Более того, в Java доступны только блочные блокировки, они устроены с помощью синхрониза блока, показанного на слайде. При входе в синхрониза блок Java берет блокировку на тот объект, который указан в качестве аргумента синхрониза. На выходе синхрониза блока она ее освобождает. При этом совершенно не важно, как конкретно вы вышли из синхрониза блока, по эксцепшену, обычно что-то вернули и так далее, в любом случае блокировка будет освобождена. Окей. То есть в начале синхрониза блока lock, в конце unlock. Соответственно, на вход в синхрониза блок потенциально может потребоваться скоро угодно много времени. То есть у нас у объектов есть lock-in-lock псевдометоды? Это псевдометоды. На самом деле в Java есть блокировки, у которых банально есть ровно эти методы, но, то есть смотрите, у нас есть абстрактная штука, называется блокировка, вот с двумя действиями. Есть конкретная реализация в Java. Вот Java непосредственно такие абстрактные блокировки не поддерживает, но мы описываем синхрониза блок, как будто бы такие блокировки есть. Но просто реально мы можем синхронизироваться независимо по каждому объекту. То есть руками нету способа так блокировать? Ну, на самом деле в конкаренции утиль это съесть, но пока мы про это не говорим. Далее. Вы можете объявить метод как synchronized. На самом деле это значит, что у него внутри написано synchronized.at.x. То есть он синхронизуется просто на this объект, на котором был вызван. Соответственно, могут ли параллельно исполняться, допустим, два метода getValue? Нет. Да, на разных объектах они, разумеется, могут параллельно исполняться, на одном объекте не могут. Все более чем логично. Далее метод класса может быть объявлен synchronized. И тут есть некоторая проблема в том, что у него нет this. Соглашение в том, что это эквивалентно на синхронизации на соответствующем экземпляре класса. Вот. То есть просто на type-токене. Логика следующая. Если у вас в объекте есть несколько синхронизированных методов, то они не могут исполняться параллельно. Вообще. Потому что в каждом из них синхронизированных методов есть. А здесь у вас есть методы класса, и, соответственно, в классе есть несколько синхронизированных методов, и они тоже все не могут исполняться. Ну вот. Они не могут исполняться параллельно. Могут ли параллельно исполняться методы объекта и соответствующего класса? Да. Да, совершенно распределево могут. Они синхронизуются по разным объектам. Да. Вы можете из одного синхронизированного метода вызывать другой синхронизированных методов. Вы можете вкладывать синхронизированные блоки. Это работает. Более того, блокировки в Java являются, ой, господи, как-то по-русски короче, reenterable это называется по-английски, то есть их можно брать повторно, если вы уже владеете блокировкой и вы попытаетесь взять ее еще раз, то вы ее получите. То есть вложенные на одним и тем же объектом можно сделать? Да, и это будет на разных объектах тоже можно. А какой-то смысл будет? Если вам нужно, смотрите, традиционно мы защищаем блокировкой какую-то, соответственно, разделяемую переменную. А теперь представьте себе, что вам нужно обменять значения у двух разделяемых переменных. Тогда вам нужно синхронизироваться по блокировке для первой переменной, а потом для второй переменной. Но в более сложных схемах вам будет требоваться брать еще большее число блокировок. То есть вложенные блоки? Да, у вас будут в той или иной форме вложенные синхронизы в блоки. Мы можем синхронизироваться только по ссылочным? Да, по примитивным типам синхронизироваться нельзя. Окей. Пример. Традиционный производитель-потребитель. У нас есть несколько потоков, которые производят данные. И несколько потоков, которые потребляют данные. В середине между ними находится очередь, в которой хранятся текущий набор данных. Очередь может быть ограниченного либо неограниченного объема. У нас будет очень простой случай, когда в очереди хранится не более одного элемента. Вот у нас есть data. Производитель вызывает метод set и, соответственно, устанавливает текущее значение. Если у нас два производителя одновременно будут вызывать метод set, что должно произойти? Если мы не хотим, разумеется, терять произведенные данные. Да, они будут ждать, собственно говоря, ну сначала первый установит, а второй будет ждать до тех пор, пока данные не потребит какой-то потребитель, который будет делать это с помощью вызова метода get. Окей. Про реализацию. Значит, реализацию с помощью активного ожидания. Как от него избавиться, мы узнаем в будущем. Что будет делать метод set? Он будет синхронизироваться под is. смотреть, если место для данных пусто, то отлично, давайте мы их поставим и на этом все завершится. Если прямо сейчас данные присутствуют, то мы пойдем на следующую итерацию цикла и так далее. Будет ли это работать? В целом да. Понятно, что get работает ровно так же. синхронизируется, смотрит, если данные есть, копирует на них ссылку и возвращает, не забывая, разумеется, обнулить, чтобы производитель узнал о том, что данные были потреблены. Окей. В паре это все будет работать. Вопрос. Что будет, если мы оберем, например, метод get synchronized? Метод? Метод get. Напоминаю, что synchronized это эквивалентно от synchronized от this. Получается, что вообще ничего не вернет. Нул перейдет. Почему? Не, он не вернет. Ну, вроде бы нул, он по коду просто никогда не умеет возвращать. Тогда только один перейдет. Еще в Iltru, еще один синхронизер. Да, вот что будет, если у нас снаружи будет еще один синхронизер. Если у нас уже блокировка кем-то взята, то получается, что он... Она взята в каком-то смысле нами же. То есть два вложенных синхронизера нормально сработают. Не, но если какой-то другой метод еще синхронизер. И в чем? Не, если у нас участие пустота, то мы не сможем ничего вложить. Да, совершенно справедливо. Тут следующая проблема. Если мы сделаем синхронизер снаружи от цикла, то мы будем всегда видеть одно и то же значение для переменной дейта, потому что для того, чтобы его поменять, кто-то другой должен был завладеть блокировкой, а мы эту блокировку никогда не отпускаем. То есть фактически, просто переставив местами вот эти две строчки, мы породим большую проблему. Оно не будет работать. Вот. В многопоточке таких проблем встречаются на каждом шагу и нужно быть с ними очень аккуратными. Тем не менее, здесь написан корректный код. Проблема, его основная в том, что если мы сейчас хотим получить данные, то что будет происходить? Мы данные хотим получить, а их нет. Да, мы будем постоянно в цикле пытаться получить эти данные и таким образом потреблять ресурсы процессором никуда. Это и называется активное ожидание. Как от него избавиться, мы обсудим чуть попозже. Собственно говоря, для этого есть мониторы и условия. Опять же, в Java любой объект может быть монитором. Очень простая штука. Вот. Более того, в Java к каждому монитору привязано одно событие. Событие можно ждать с помощью метода wait, пока оно исполнится. И можно известить о том, что событие произошло. Для этого есть метод notify, который сообщает одному из потоков, который ждет это условие, о том, что ура, условие выполнилось, и тот поток имеет шансы проснуться. И есть notify, который, соответственно, извещает все ждущие потоки. И все они потенциально могут проснуться. Для того, чтобы вызвать метод wait, notify, либо notify all, нужно владеть соответствующей блокировкой, иначе вы получаете illegal monitor state exception. Но возникает вопрос. Я владею блокировкой, у меня, я вызвал внутри wait. Может ли после этого кто-то вызвать notify? Нет. Нет, потому что я владею блокировкой. Логично. Поэтому на самом деле в методе wait блокировка снимается. А именно, формально в wait мы отпускаем блокировку, ожидаем исполнения условия. Это вот того самого в каком-то смысле условия из неделимого секции. После чего берем блокировку обратно. Напоминаю, что получение блокировки это действие, которое может занять потенциально сколько угодно много времени. Поэтому, разумеется, нам никто не гарантирует, что если мы дождались условия, то мы сразу же продолжим исполняться. Нет. вот когда условие исполнилось и после этого, когда мы сможем получить блокировку, мы сможем продолжить исполняться, но не ранее. Окей. Что еще раз с wait делает? Мы не кто-то вызываем, а что он опять не делает? Wait. Еще раз. Он отпускает блокировку для того, чтобы другие смогли ее получить. Дальше ждет, пока кто-то вызовет notify либо notify all. От него же, да? Да, от того же самого объекта. он теперь мог получить блокировку, потому что мы ее отпустили. После чего берет блокировку обратно. Окей. Соответственно, теперь мы можем написать метод, например, производителя с пассивным ожиданием. Смотрите. Мы будем смотреть, если данных нет, то подождем, пока они появятся. Вот. Скопируем данные. Почему мы знаем, что они тут точно не null? Потому что мы проверили это условие и важно, что мы в этот момент владеем блокировкой. Поэтому его никто не может померянять. Вот. После чего разбудили всех остальных, сказали, что что-то поменялось. Соответственно, потребители выглядят так же, только ждет, пока данных не будут равны null. Тогда он сможет их занять. Тут вопрос номер один, а почему они неожиданно стали бросать interrupt exception? господа. Когда мы, когда хорошие потоки бросают interrupt exception? Когда они ждут чего-то? Есть ли у нас здесь ожидание чего-то? Да, очевидно, есть. Окей, значит, любой приличный поток. На самом деле, значит, наша исходная реализация с активным ожиданием была неприлична не только потому, что она тратила ресурсом, но еще и потому, что ее нельзя было прервать штатным механизмом. А тут мы два по цене одного исправления. И вейт это пассивное ожидание. На самом деле, вам никто не гарантирует, разумеется, как оно реализовано. В худшем случае, это может быть то же самое активное ожидание, но, разумеется, джао-машина старается выбрать оптимальный механизм реализации ожидания. То есть, в лучшем случае, мы не будем как-то стучаться и постоянно занимать процесс свое время. Ну, собственно говоря, для всех более-менее распространенных систем вы не будете. То есть, ваш поток действительно будет ждать, пока ему не сообщат о том, что можно просыпаться. Окей, и здесь мы опять делаем Notify All. Тут вопрос, а почему Notify All и не Notify? Смотрите, разница формально следующая. Notify пробуждает какой-то другой поток ждущей условия. Кстати, да. А что будет, если вообще ни одного потока условия не ждет? Notify и Notify All уйдут в никуда? Приведет ли это к каким-то проблемам? Нет, почему? Да, нам нечего пробуждать. Следующий, кому что-то понадобится, он все равно получит блокировку за счет синхрониза, проверит условия. Если увидит, что это условие то, которое его надо, он, разумеется, не будет ждать. Окей. Итого, потерянные Notify, и Notify All не страшны. Хорошо. Далее, как вы, с вашей точки зрения, что больше тратит ресурсов, Notify или Notify All? Notify All тратит больше ресурсов, потому что он приводит к пробуждению всех потоков, которые ждут. Вот Notify может пробудить один любой поток, то есть, на самом деле, в каком смысле мы можем читать, что у нас есть список тех, кто ждут. Вот, и Notify может, например, выбрать из него первый, хотя вам этого никто, разумеется, не гарантирует. Это быстро, но Notify это приведет к тому, что тот поток проснется, попытается получить блокировку, получит ее, проверит свои условия и так далее. А Notify All пробудет все потоки, которые ждут. Соответственно, Notify All более трудозатратная операция в конечном счете. То есть, для нашего потока, да, формально она может исполниться чуть быстрее, но в сумме для всей системы более затратная. Поэтому при возможности вместо Notify All лучше делать Notify. Но что будет, если я здесь и в производителе и в потребителе вместо Notify All здесь и здесь напишу просто Notify. Почему? После этого выполнения? После Get вызовется снова Get. Да, совершенно справедливо. Смотрите, для чего я делаю Notify All в потребителя? В Get. Для того, чтобы проснулся какой-то производитель и положил данные. Но с одного Notify у меня может случайно проснуться другой потребитель. Он проснется, посмотрит, ой, данных нет и аппаратно заснет. А, соответственно, производитель, который готов был положить данные, об этом не узнает, потому что его об этом никто не уведомил. Печальная ситуация. Что? Да, ровно тоже, разумеется, у нас совершенно на самом деле симметричная схема. С производителем может быть та же неприятность. Это общее правило, что если у вас разные по типу потоки ждут на одном и том же объекте, то вам приходится использовать Notify All. В частности, желательно с одной стороны делать, чтобы потоки были одинаковые, ждали. Например, если бы у нас был отдельный снорганизационный объект для всех потребителей, то мы бы могли не заботиться о том, что разбудим не того. То есть, если нам всегда не важно, какой поток будет разбужен, все потоки одного типа, то это замечательно, мы используем один Notify, кто-то проснется и что-то сделает. А вот если это не так, у нас ждут потоки разных типов, то мы вынуждены использовать Notify All и платить за это большим потреблением ресурсов. К сожалению, в Java с каждым объектом пропорцировано ровно одно условие, которое так можно использовать, в конкарности утилица это исправлено, но об этом будет на следующих лекциях. Итого, если у нас события ровно одного типа, например, данные появились, либо данные, наоборот, появилось место для данных, если тип ровно один всегда, то можно использовать Notify. Если хотя бы два разных типа, значит ситуация у нас и событие, то что освободилось место и событие о том, что место занято, к сожалению, мы вынуждены использовать Notify All, несмотря на то, что он более дорог. Далее. Формально Java говорит, что бывают внезапные пробуждения, а именно Notify может случайно завершиться, даже если Notify никто не вызвал. Вот так произошло. Поэтому на самом деле всегда мы проверяем условия в цикле. То есть нужно писать не if условия, а именно while, пока ваше условие не будет выполнено. Заодно это убережет от того, что вас случайно пробудет вместо другого потока. Вот, вы посмотрели, разбудили, но мое личное условие не верно, поэтому обратно заснул. То есть всегда пишите в цикле while ожидания. Проверили, что вы можете, что вы не можете продолжать. Окей, давайте поспим. Глядишь, повезет в следующий раз. В целом, в теории монитора это простая штука. У него есть разделяемые переменные, доступ к которым могут иметь столько функций внутри монитора. И код внутри монитора исполняется не более чем одним потоком. Как реализовать такой монитор в Java? Синхронайзе все? Да, сделать все методы синхронайзе и все поля private. Таким образом, снаружи никто не сможет достучаться к нашим полям. А так все наши методы синхронайзе, то код в мониторе как следствие исполняется не более чем одним потоком. Это замечательно. Вот, но у классического монитора в отличие от Java более чем одно условие. В Java, к сожалению, ровно одна. И операции с условиями у классического монитора те же самые. Wait, Notify, Notify, All. Вот. Но разница в том, что в мониторе их может быть несколько, в Java объекте ровно один. К сожалению, в Java объекте неполноценные мониторы и с этим связаны некоторые проблемы, о которых вы еще узнаете. Вот. Тем, так, собственно говоря, да, здесь мы посудили. Далее. Следующая проблема. Представьте себе, что вы, у вас есть все методы синхронайзе. У вас есть очередь. Вы проверили, что она не пуста синхронайзе методом и достали из нее данные синхронайзе методом. Утверждается, что это не работает. Почему? Да, совершенно справедливо. Мы вызвали метод exempted, он завершился. Знаете, что в этот момент могут нас переключить, нас приостановить, отдать время другому потоку. Он смотрит, о, у нас есть в очереди данные, давайте, ка я их достану. После чего возобновляется наш поток и смотрит, а данных больше нет, мы проиграли. Как это исправить? Синхронайзе? Да, то есть нам нужно будет этот if в явной форме обернуть синхронайзе блок. А сразу же возникает вопрос, зачем мы тогда платили за то, что мы сделали синхронайз методы из empty и пол, если мы почти всегда будем их вызывать под внешней синхронизацией. был не очень полезным. Плюсом мы в таком обычном коде взяли блокировку, отпустили блокировку, взяли блокировку, отпустили блокировку, а это тоже, особенно взятие блокировки, не мгновенные действия, которые требуют затрат ресурсов. То есть у нас, мы, когда постоянно блокировку, особенно в разных потоках, берем, отпускаем, берем, отпускаем, они должны взаимодействовать друг с другом, у них возникает большая конкуренция, у нас накладные расходы на организацию доступа и так далее и тому подобное. Довольно печальная история, собственно говоря, когда-то в Java рекомендовалось действительно делать объекты именно по типу мониторов, сейчас это нерекомендуемый подход. Не надо делать кучу синхронизов методов, все методы синхронизов и так далее это не приводит. Как только вам нужно вызывать цепочки, прошу прощения, зависимые цепочки методов, все это автоматически взрывается и перестает работать. То есть по нынешним временам мы используем явную синхронизацию во всех случаях. Собственно говоря, я думаю, что вы с прошлого года кто-то из вас помните, что я не рекомендовал использовать классы вектор и стек. Что? А и в этом тоже уже повторял. Отлично. История про то, что они вот были сделаны как мониторы, у них все методы синхронизов. И мы тупо платим за обращение каждому их методу дополнительные у нас накладные расходы. Просто не надо их использовать. Ну, было тогда принято плохое решение, выяснилось, что так делать не нужно, но тогда еще этого никто не знал. Теперь мы знаем, как нужно делать и не так. Вот, потенциально JVM может в такой ситуации огрубить блокировку. То есть посмотреть, что вы у вас последовательность взяли, положили, взяли, положили, взяли, положили, давайте мы ее вначале возьмем в конце последовательности положим, но вам этого, разумеется, никто не гарантирует. То есть это такая потенциальная оптимизация, не более того. Вопросы? Если у вас на вашем потоке установлен interrupted flag, то все ждущие методы в стандартной библиотеке и бросят вам interrupt exception. А для того, чтобы поставить этот флаг, это значит, что какой-то поток вызвал на экземпляре вашего потока метод interrupt. Все очень просто. А дальше вы можете это либо проигнорировать, что не является хорошей практикой, либо побыстрее постараться завершить исполнение своего потока, что, собственно говоря, считается хорошей практикой. Еще вопросы? Там был пример, что если сохранить и в L2 уметь местами, то нельзя... Да. Почему еще раз все сломается? Так, давайте, расскажите еще раз вашему товарищу, почему все сломается. Если мы здесь, поменяем местами сохранность и while true. Но мы это заблогируем, никто не сможет поменять состояние. Да, то есть, смотрите, мы ожидаем, что состояние переменной, ну, в нашем случае, поля, и это поменяется. Ой, кстати, да, тут, разумеется, должно быть написано this.data, но так мы его меняем только в синхронайзе блоке, то для этого мы должны отпустить блокировку. И, собственно говоря, здесь мы взяли блокировку, проверили, отпустили, потом опять взяли и так далее. Мы даем шансы другому потоку положить туда данные. Если мы возьмем блокировку и бум постоянно проверяет значение переменной, то другой поток не сможет вмешаться и изменить значение этой переменной, если он, конечно, корректно написан. Поэтому менять местами здесь синхронайзе вайл-блок нельзя. Еще вопрос. Окей, домашнее задание. Кстати, да, это тоже. Давайте обсудим чуть позже. Так, домашнее задание итеративный параллелизм. Что вам нужно сделать? Вам нужно сделать свой класс стратив параллелизм, который будет работать со списочками многопоточно. Например, метод от вычисления минимума. Ожидаемо, что делает. Вы, во все такие методы вы передаете количество ботоков, в которых это нужно делать. Вам передают списочек с данными. Ну и для минимума вам передают компаратор. При этом те лямбды, которые вы передаете, вы не можете рассчитывать на то, что они исполняются быстро. То есть, например, сравнение двух элементов с помощью компаратора может занимать существенное время. Собственно говоря, ради этого вы и параллелизм. Вы должны создать указанное число потоков, по возможности равномерно распределить между ними задания из списочка, после чего обработать их и собрать итоговый результат. Ну, в случае минимума и максимума, функции минимума и максимума, соответственно, найти первый минимальный либо первый максимальный элемент. Важно, что именно первый из них а не произвольный минимум либо произвольный максимум. Элементы все-таки могут быть ровными. Вот, all и any делают действия с предикатами. Правда ли, что предикат выполняется для всех, соответственно, элементов списка, либо хотя бы для одного элемента списка. В продвинутой версии у нас есть стандартная функция фильтрации, профильтровать список по предикату и вернуть список, соответственно, в котором элементы, удовлетворяющие предикаты, в каком порядке находятся? Разумеется, в том же самом. Вот, map, стандартный мэппинг. У нас есть списочек и функция вернуть списочек с новый список, в котором каждому элементу применена функция и join, конкатенация строковых представлений, то есть у всех вызвали то стринг и сконкатенировали. Вот. В явной форме, что нетипично для наших домашних заданий, вам запрещено использовать более продвинутые средства, чем те, которые мы обсудили на сегодняшней лекции. В частности, вам запрещено использовать конкаренси утилитес. Вот. Это домашнее задание на пощупать потоки на самом нижнем уровне, который нам Java предоставляет. Соответственно, дальше будут у нас домашние задания на пощупать потоки на более и более высоких уровнях. А здесь нужно, чтобы какой-то выкинуть, какая-то выкинуть. Ну, вообще говоря, да, если у меня достаточно много процессоров, и я запускаю с 10 потоками, то я ожидаю, что у меня скорость исполнения будет примерно в 10 раз выше. Ну, понятно, что для достаточно большого объема данных и прочих подобных. То есть, понятно, что если я вам передам список из 10 элементов попрошу распараллелить на 10 потоков, то, возможно, вы потратите все время на взаимную координацию. Почему нет? Вот, в частности, довольно сложно, например, ну, с одной стороны, довольно просто искать минимум на списке из одного элемента, с другой стороны, не очень эффективно. С другой стороны, если я вам передам кучу элементов, чтобы ваше, соответственно, действие по координации занимало не слишком много времени, то я ожидаю, что у меня будет ускорение примерно в Threads 1. Вопрос первого. Не очевидно, почему фильтр должен быстрее работать? Ну, смотрите, в фильтр у нас долгое время может занимать вычисление предиката. Грубо говоря, по каким-то причинам у меня предикат будет на каждом элементе работать в секунду. Вот, в таком случае очевидно, что вы сможете выиграть, запустив вычисление предиката параллельно на нескольких элементах списка. То есть, в объединении списков мы не выиграли, но в начале... Ну, на самом деле, при правильном подходе при объединении списков вы тоже выиграете, но ваша основная задача именно до того, что переданные вами функции могут исполняться долго. А мы можем рассчитывать, что Threads меньше, чем размер листа? Что Threads меньше, чем размер листа? Нет, не вижу ни одного повода. То есть, у вас должно работать при любых разумных значениях Threads и списков. Ну, попрошу я вас обработать пустой список в 10 потоков. Мало ли, у меня в конфиге написано 10. Ничего ж, и Fatch, что ли? Нет, не страшно, если нет поток, там мертвым будет. Если мы не создадим столько потоков. Ну, нет, окей, вы можете не создавать столько, это нормально, но код, разумеется, должен при этом работать. Еще вопросы? Так, теперь по поводу на когда, вероятно, значит, как вы видели из сообщений в чате на следующей неделе у вас вместо лекции будет практика. И давайте мы, собственно говоря, дадим вам время посадавать имплементоры. и, соответственно, у нас будет сдача многопоточки через, да, примерно две недели. А, ну да, собственно, через две недели. Вопросы? А в понедельник у нас практика будет и следующая? То есть у нас будет две практики или вместо понедельника? Нет, вместо понедельника. Вот. Ну, то есть две практики это было бы, конечно, весело, но тогда бы точно было на следующую неделю. Есть еще вопросы? Видимо, нет. Тогда на сегодня все. До свидания.